Выпуск новостей продолжит рубрика «Патрульная служба». Её ведущая Ирина Чекунова. Предварительным следствием установлено, что в конце 2001 года киллерами банды «Тверские волки» или «Ломовские» было совершено заказное убийство предпринимателя в городе Кимра Тверской области. Этими же киллерами этой же банды в феврале 2002 года на территории города Твери было совершено заказное убийство представителей Чеченской республики. Одним из киллеров банды также по заказу было совершено убийство предпринимателя в городе Торжок Тверской области в апреле 2002 года. Киллерами данной банды в июле 2002 года было совершено убийство по найму лица, занимавшегося реализацией алкогольной продукции. В каждом убийстве есть заказчики, они же организаторы преступления. Убийства совершались с ноября 2001 по июль 2002 годов. То, что мы сейчас вменили исполнителям и заказчикам, это четыре трупа, четыре потерпевших. Заказчики, они ранее судимы, ранее попадали в поле зрения правоохранительства? Нет, никто из них ранее не судим. Один привлекался к уголовной ответственности, но не за преступление против жизни, против личности. Там коррупционное было преступление. Убивали ради раздела каких-то коммерческих интересов? Это деньги, мотив какой? Где-то коммерческие интересы, где-то личные неприязненные отношения. Дело удалось довести до суда благодаря взаимодействию нескольких правоохранительных структур. В одной связке работали следователи регионального следственного комитета, криминалисты регионального СК и главного управления криминалистики Следственного комитета России, оперативники областного ОМВД и УФСИН России. Напомним, Агеев, Осипов и Баскаков уже осуждены к пожизненному лишению свободы. Сейчас все подсудимые, кроме Желтого, находятся под стражей. У Желтого меры пресечения домашний арест. Открытое судебное заседание назначено на 6 августа. Заседание с участием судьи и коллеги присяжных заседателей пройдет в Московском районном суде. Мы следим за ходом событий. Компания «Альдаир» профессионально установит системы пожаротушения и контроля доступа, окажет качественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Наш телефон 300-020. Позаботьтесь о своей безопасности заранее. Продолжение следует...